Всем привет, на связи Питшоп, и сегодня мы попробуем ответить на вопрос, сколько же должна весить кошка? Сразу хотим оговориться, все, что мы скажем в этом видео, лишь общая информация. Каждый питомец индивидуален, впрочем, как и мы с вами, поэтому эта информация не всегда может стать стопроцентно истиной. Итак, каков средний вес кошки? Средний вес беспородной кошки составляет около 4,5 килограммов. Если брать породные данные, тут можно ориентироваться на стандарты. Например, абиссинская кошка может весить от 3,5 до 5,5 килограммов, а мейн-кун уже от 4 до целых 12 килограммов, иногда даже больше. То есть, первое, от чего зависит вес, это размер тела. Сейчас будем немного капитаном очевидностью, чем кошка крупнее, тем она больше весит. Одна из самых маленьких пород кошек – манчики, весит всего около 3 килограммов. Один из способов определить нормальный ли вес у кошки – это посмотреть на нее сверху. Ее тело должно иметь талию, а грудь и таз визуально на одной линии. Слишком худую кошку определить довольно просто. Прежде всего, легко увидеть ребра. Не просто прощупать, а именно увидеть визуально. Также хорошо видны тазобедренные кости. А сверху вы видите сильно подтянутую талию, которая будет выглядеть негармонично. Особенно это заметно у пожилых кошек, так как с возрастом происходит еще и истощение мышц. А что насчет ожирения? Если посмотреть на кошку сверху, то вместо гармоничной картины вы увидите форму кегли для боулинга. У кошки бывает несколько стадий лишнего веса. Например, на стадии избыточного веса вы можете еще прощупать ребра, хоть это и не так просто. У кота также виден округлившийся живот со слоем жира, талия может быть слегка заметна. А вот при ожирении талия совсем отсутствует. Ребра не прощупать, да и кот становится очень округлым с большим количеством жира на животе. А что если мой кот в целом не толстый, но у него висит живот? У некоторых кошек отчетливо заметен такой мешочек. Он называется курдюк или примордиальный мешок. Его легко увидеть, так как он обычно свисает или может покачиваться при ходьбе. На самом деле курдюк не символизирует, что у кошки избыточный вес. Хоть курдюк это жир, но он есть абсолютно у каждой кошки. Просто у некоторых он может сильно выделяться и висеть, у других может быть вообще не заметен. Зачем и что такое курдюк у кошек на животе вообще, пока есть только теоретические предположения. Некоторые эксперты склоняются к тому, что он остался у кошек еще с первобытности. Вернемся нам много лет назад в историю. Кошке в дикой природе нужно было защищаться. В животе находятся жизненно важные органы, а мешок с жиром нес функцию дополнительной брони. Слой кожи, шерсти и жирка прикрывал уязвимый живот от зубов и когтей противника, от механических повреждений во время движения. Следуя второй теории, курдюк нужен кошке, так как обеспечивает ее гибкость. Когда кошка прыгает или тянется за чем-то, он сильно растягивается, нижняя часть тела словно удлиняется и движению ничто не мешает. В дикой природе такая растяжимость играет важную роль. Третья теория гласит, что этот курдюк на самом деле выполняет роль мешка для запасов. Если домашние кошки получают сбалансированный и вкусный корм 2-3 раза в день, то в дикой природе добыть еду получается далеко не каждый день. Но зато, когда еды много, запасливый организм перерабатывает ее в жир и хранит в мешке, чтобы в голодные дни добывать энергию оттуда. Как контролировать вес кошки? Мы уже разбирали эти вопросы в нескольких наших видео, оставим ссылку в описании к этому видео. Но давайте проговорим основные моменты. Первое. Необходимо выбирать питание в соответствии с возрастом и активностью вашего питомца. Котята и беременные кошки должны получать более калорийный корм. Взрослые кошки не могут есть корм для котят. А стерилизованным кошкам лучше перейти на рецепты для стерилизованных питомцев, так как у них меняется гормональный фон и хуже работает чувство насыщения, из-за чего возникают голод и переедание. Пожилые питомцы также должны получать специальный рацион, в котором будут учитываться возрастные изменения. Второе. Прибегайте к смешанному кормлению. То есть кормите не только сухим, но и влажным кормом. Третье. Если ваша кошка сильно набрасывается на еду, не оставляйте миску на целый день. Лучше перейти на интервальное кормление 3-4 раза в день небольшими порциями. Четвертое. Не используйте калорийные лакомства бездумно. Если это лакомство из зоомагазина, ознакомьтесь с нормой. Обычно производитель указывает рекомендуемое дневное количество. Выбирайте вкусные, полезные и легкоусвояемые вкусняшки. Или приготовьте их сами, например, засушив субпродукты в специальной сушилке. Только обязательно ознакомьтесь со списком продуктов, что можно, а что нельзя кошкам. Пятое. Не забывайте про физические нагрузки. Котам жизненно необходимо бегать, прыгать, реализовывать свои охотничьи инстинкты. Поиграйте с котиком хотя бы 15 минут в удочку-дразнилку каждый вечер. Шестое. Подумайте о прогулке на улице. Только обязательно на шлейке. Не допускайте самовыгула и не рискуйте здоровьем питомца. Прогулки не только физически разнообразят день питомца, но и насытят мозг интересной информацией. Ваш питомец должен быть привит. Если вы замечаете какие-то изменения в весе питомца, лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом. Напоминаем про нашу бесплатную ветеринарную линию, которая работает 24 на 7 по телефону и в чат-боте в Телеграм. Пишите свои вопросы ветеринарам. До встречи!